начинаем игру начинаем игру так 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 и ухты ёханый бабай лёвик ничего себе 12 тысяч пятьсот четырнадцать золота эквивалентен лёва ребята стартует золотая лихорадка маракаси теперь вы можете выиграть голду в каждом видео внимание в каждом видео для этого всего лишь нужно поставить лайк вот как сейчас я это делаю нужно подписаться на канал и нажать колокольчик а также досмотреть это видео и напишите пожалуйста в комментариях свой игровой ник или лучше даже айди вконтакте ну то есть ссылку на ваш профиль вконтакте на этом все ребята участвуйте здравствуйте друзья с вами маракаси у меня для вас интересная новость с общего теста там изменили ттх барсуку понерфили его но не сильно а именно перезарядку сделали чуть подольше по времени было 81 перезарядка стала 8 и 5 это будет в принципе заметно но не критично не стоит сильно я считаю что скорее всего барсука больше трогать не будут потому что если ему еще дпм отпилить или еще что-либо то он станет вообще так себе потому что я так поиграл на нем он конечно раздает порой очень круто но все-таки он медлительный у него нет башни его легко закрутить и недостатки у него присутствует и самое такое хорошее что в нем было но есть до сих пор это дпм а также неплохая точность вот в ангаре вы можете видеть что дпм 4406 урона в минуту это обратите внимание с обычным оборудованием но с инструкцией на досылатель в принципе перезарядка вполне неплохая ну я не считаю что по-прежнему барсук способен выливать много урона ну конечно эта новость не совсем радостная для тех кто сейчас качает в 215 b 183 или уже прокачал потому что все ждали прям жесткую имбу сейчас сложно сказать насколько сильно это повлияет но я думаю не столь сильно по-прежнему танк некоторых ситуациях весьма имбовый но со своими недостатками то есть тоже не идеальный и понерфили вдруг неожиданно разработчики танк lc event 90 кто не пони не помнит что это такое это типа елка с барабаном такой маленький маленький танчик французский силуэт у него примерно как у елки но при этом есть барабан с тремя снарядами и вот и так вот время сведения изменено с 2.4 до 2.7 также немного понерфили на стабилизации когда я видел татаха этого танка на мой взгляд они были так себе и я лично считаю что зачем ему нужно было нерфить хотя сложно сказать я же ним не играл но мне кажется и так по татаха у дпм а практически нету и так перезарядка очень даже долгая но посмотрим что будет это пока что доступно я так понимаю только супер тестером этот танк и они там изменяют цифры смотрят что и как еще одна новость не все ее слышали так что я ее озвучу это тоже с общего теста амx m4 мл и 54 это тяжелый французский танк новые 10 уровня который сейчас катается на общем тесте и скоро он выйдет на основу в общем-то ему по нерфили бронепробитие на орудии 120 миллиметров голдой было 325 стало 315 по моему это лишнее так танк по моему получается но уже какой-то не такой крутой чтобы хотелось его прокачивать так еще и бронепробитие голдой нерфит но это мое личное мнение также затронули и девятый уровень так как орудие такое же там пробитие тоже по нерфи голдовые было 325 стало 315 у орудия 127 миллиметров на девятом уровне наоборот апнули было 258 миллиметров пробития стала 270 но это хоть хорошая новость понерфили восьмерку зачем-то вот это вот для меня просто загадка на самом деле бронепробиваемость премиум снаряда для орудия 120 миллиметров уменьшена с 325 до 252 миллиметров танк по на мой взгляд вообще так себе получился очень очень рандомный и тут еще ему и бронепробитие нерфит но с другой стороны 325 для восьмого уровня это что-то вообще перебор какой-то но сделали совсем плохо и как-то мало но тем не менее что имеем то имеем ст 1 разработчики вдруг неожиданно решили апнуть пошли они на уступки игроков и улучшили ему бронирование это конечно хорошо потому что на мой личный взгляд бронирование стало хуже у ст 1 особенно лючок стал выделяться и вовсе начали пробивать хоть кто-то там и говорил что ничего не понерфили но и многие сразу же это отметили что нерв был и разработчики это поняли в принципе признали свою ошибку и апнули броню ст-1 это хорошая новость на этом все ребятки спасибо вам за просмотр не забывайте ставите лайки желаю вам удачи до скорых встреч пока